С начала года в Коми возбуждено 261 дело об административных правонарушениях. 216 лиц привлечены к ответственности. Выписано 84 штрафа за нарушения при розничной продаже алкоголя. Такие данные привели на публичных обсуждениях в региональном министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка. Самые распространенные нарушения – это продажа спиртосодержащей продукции в ночное время и дни трезвости. По этой статье привлечено 88 юридических и физических лиц. Количество данных нарушений сохраняется высоким. Еще раз напомню о запретах продажи алкогольной продукции, установленной региональным законом 60 РЗ. Время запрета продажи алкоголя с 22 часов до 8 часов следующего дня. Дни запрета. 1 сентября – День знаний, Международный день защиты детей 1 июня, День молодежи 27 июня, а также ближайшие выходные дни, суббота, воскресенье, следующий за Днем молодежи, День семьи, любви и верности 8 июля. Среди прочих нарушений не списание остатков алкогольной продукции в ЕГАИС, нарушение ценообразования, порядка и сроков декларирования розничной продажи и другое. Особую обеспокоенность вызывают факты реализации алкоголя в ночное время в магазинах, которые получают лицензию и работают как общепит. Хотя фактически услуги общественного питания не оказывают. Надо немножко свое мышление, немножко изменить, что сейчас выдаются лицензии на продажу алкоголя в профильных предприятиях общественного питания. А у нас пока еще тенденция такая прослеживается, продажи как в закусочных, да, прибежал, убежал, выскочил, да, и некоторые тоже пытаются подменить вот эти понятия и говорят, я хочу получить лицензию. На что вы хотите получить? Я хочу торговать ночью. Дайте мне лицензию. На что? На магазин. В рамках публичного обсуждения затронули и тему продажи алкоголя в барах и кафе, расположенных в жилых домах. На днях в Госдуме одобрили законопроект, по которому судьбу того или иного питейного заведения смогут решать собственники жилья. Согласно новым правилам, продавать алкоголь можно будет только в помещениях с площадью зала более 20 квадратов. При этом должно неукоснительно соблюдаться региональное законодательство об обеспечении тишины и покоя граждан.